Значит, мысль в действии, в телесном движении, обнаруживает две составляющие. Простое движение и движение чувственно-конкретное. В простом движении мысль соотносится с собой. В движении в сложном, чувственном, определенном движении мысль соотносится с иным. Отсюда возникает наша исходная интуиция. Я двигаю рукой, но я не есть рука. То есть, еще раз замечу, ситуация «моя рука», обычно так описывают ситуацию, она недействительна. Она ничему не отвечает. Говорят всегда «моя рука» или «рука как моя часть». Это общераспространенное заблуждение, она ничему не отвечает. По движению рукой «я есть я». Я все время соотношусь с движением руки, как с простым движением. Точнее говоря, поскольку я в движении руки выделяю простое движение, то я в этом простом движении, вообще в движении руки, соотношусь с собой. Поскольку в движении рукой я выделяю простое движение, абстрактное движение, чистое движение, то в движении рукой я соотношусь с собой. «Я есть я». А с другой стороны, поскольку это движение рукой, а не просто движение, то я не есть я, я соотношусь с иным. Поскольку движение рукой я выделяю конкретное, чувственно определенное движение, то в движении рукой я соотношусь с иным. Получается вот эта исходная интуиция. Я двигаю рукой, поскольку в каждый момент движения я соотношусь с собой. Но я не есть рука, я не есть движение рукой, поскольку я в каждый момент движения соотношусь с иным. А выражение «моя рука» оказывается такой неопределенной интуицией, которая распадается на определенные аспекты. Выражение «моя рука» или «рука как моя часть» ничего не говорит нашему уму. следующий шаг. Мысль «я» обнаруживаю, что чистое, простое движение, движение, движение вообще, первее, нежели чувственно определенное движение. То есть сначала я мыслю простое движение, а затем уже мыслю сложное. Возникает такая ситуация, я мыслю сложное движение через посредство мышления простого. непосредственно я мыслю простое движение, а через него посредованно мыслю сложное. Я мыслю простое движение, а затем мыслю сложное движение. Следовательно, в движении руки простое движение оказывается логически первым, обосновывающим движение сложное. Что значит я мыслю сложное через посредство? Значит, я мыслю, как простое движение определяет собой сложное. Что значит сначала я мыслю простое, а затем сложное? это значит, что простое движение является причиной сложного. Когда я установил эту последовательность в движении, в телесном движении, например, в движении руки, я делаю следующий шаг. Я мыслю себя причиной телесного движения. Я всегда был причиной телесного движения. именно я выделял аспекты. Именно я мыслю вообще интересное движение, как нечто становящееся, как движение. я мыслил телесное движение, я выделял в нем аспекты. Но после того, как я установил последовательность этих аспектов, сначала простое, затем чувственно определенное, я могу, наконец, помыслить себя, как причину телесного движения. Каким образом я могу мыслить себя, если само телесное движение заключает в себе последовательность? Простое, затем чувственно определенное. Я мыслю себя, как причину простого движения. Я мыслю себя, как причину простого движения. И я мыслю простое движение, как причину сложного. При этом я сохраняю себя в качестве причины простого. Из такого вот причинения, мы говорили в прошлый раз, что, наверное, есть временное причинение, когда А определяет В, а В определяет С. То есть сначала А определяет В, а затем В определяет С. И есть причинение, с которым мы столкнулись здесь. В чем его особенность? Особенность заключается в том, что я-то вообще являюсь причиной всего движения в обоих аспектах. Но в этом всем движении, причиной которого я являюсь, есть еще причинение, внутреннее причинение, внутри самого движения. Сначала простое, а потом сложное. Поэтому, если я просто определю собой простое движение, а затем простое движение определить сложное движение, я утрачу себя, как причину телесного движения как такового, в обоих аспектах. Здесь нельзя так. Я сначала определяю простое движение, потом простое движение определяю сложное движение. В этом случае телесное движение разваливается. И мое определение телесного движения оказывается отсутствующим. Единственный способ, как можно добиться определения мною мыслью телесного движения, это когда я мыслю простое движение, а затем сохраняя, когда я определяю мыслью себя причиной простого движения, мыслью себя причиной простого движения, а затем мыслю простое движение как причину сложного при сохранении, удержании того обстоятельства, что я определяю простое движение. Более того, когда я определяю, Простое движение, я не перехожу в простое движение, как в временном причинении, а я сохраняю себя как причину простого движения. То есть сначала я мыслю себя, я первый. Затем я мыслю себя одновременно с простым движением. А затем мыслю одновременно себя, простое движение и движение сложное. удерживая себя как причину всего происходящего. То есть что я делаю? Я осуществляю причинение причинения. Когда я мыслю то, что простое движение определяет сложное движение, я удерживаю себя как причину простого. Таким образом, я не просто причиняю, а причиняю причинение. Я не просто причиняю, а причиняю причинение. Не так, что А определяет Б, а затем Б определяет С. А определяет Б и удерживая это определение АБ, мы добавляем к этому то обстоятельство, что Б определяет С. Таким образом, А оказывается не причиной Б, а причиной того, что Б является причиной С. Таким образом, мы получаем, наконец, формулу телесного движения. Что значит телесное движение? Вот я двигаю рукой. Что это означает с точки зрения сознания? Это означает, что я мыслю себя причиной простого движения, и одновременно мыслю простое движение как причину сложную. Чувственно определенного движения. Это означает, что я мыслю себя как причину простого движения, и одновременно мыслю простое движение как причину чувственно определенного движения. Это и есть просто движение рукой. Лишь поскольку я совершаю вот эти определения определения, лишь поскольку я осуществляю определения определения, я двигаю, сознательно двигаю рукой. Движение рукой – это причинение причинения, которое осуществляется мною. Вот мы простое движение называемое движением. Оно на самом деле движение или это все-таки просто некое равенство «я равно я»? Движение – телесное движение. То есть простое движение – это тоже телесное движение? То есть мы выделили абстракцию движения, и поэтому, сохраняя движение из руки, идет, чтобы вычленить в нем простое движение, рука должна двигаться. Но когда мы в этом движении руки выделили простое движение, выяснилось, что это простое движение так же чисто, как и мысль. То есть мысль в нем соотносится с собой. Разница между ними только та, что мысль есть мысль, она чиста по определению изначально. А чистое движение – это аспект конкретного телесного движения, аспекта. А поскольку мы аспект выделяем, то мысль в нем соотносится с собой. Не отменяет того, что он телесен и движение руки продолжается. Не, ну вот в физике есть же… На физике изучают движение. Есть движение абстрактное, которое мы изучаем, и законы которого абстрактные мы формулируем. А есть конкретное движение. То есть конкретный шарик покатился и так далее. То есть есть абстрактный шарик, который покатился. Он идеальный, как кажется, стрение, бестрение и прочее. А есть и реальный шарик. Вот здесь разница такая же, что ли? Или все-таки простое движение – это на самом деле какое-то конкретное движение все-таки? То есть телесно ощутимое, что ли, какое-то такое? Просто оно иное. То есть есть конкретное движение в смысле рукой, ногой и прочее, а есть телесно ощутимое какое-то побуждение, не знаю, как его назвать там. Я не знаю, как сидеть, как это и дело. Я просто не в курсе, что в физике понимается под абстрактным движением. Не, ну идеализация движения какого-то. Шарик покатился, мы можем как-то описать, как бы это выглядело в идеальном смысле. То есть есть не реальный шарик покатился там, а есть какой-то наш шарик воображаемый, который катится по каким-то законам физики. В смысле движение математической точки? Ну типа того, да. Пример так. То есть есть абстракция движения в виде движения, там, с центром маслом, на точке, там, по какой-то траектории, а есть как бы реальные движения реального тела, там, пространственного тела. Ну вот видите, физика не рассматривает соотношение движения и мысли. Хотя, в принципе, движение точки, наверное, это действительно такая вот абстракция, которая, в которой мысль бы соотношилась с собой. Вот точка то, что лишено пространство. Поэтому она вообще говоря, продукт чистой мысли и как бы сама чистая мысль. Но физика не рассматривает, ну за счет, что я могу сказать, ничего не знаю о физике. Но она не рассматривает отношение мысли и движение шарика. Хотя то, что движение шарика выделяется движением математической точки, это, конечно, в каком-то смысле похоже на чистое и простое и интересное движение. Можно сказать, что рука у нас превращается, наверное, можно так сказать, рука у нас превращается в математическую точку, когда мы выделяем простое движение. Но поскольку мы рассматриваем отношение мысли, то мысли в этом движении точки соотносятся с собой. А другим аспектом движения руки является уже, так сказать, шарик физически, то есть сама рука, именно правая, именно вправо движущаяся и так далее. Здесь мысли себя в этом теряют аспект. Итак, мы имеем формулу, мы имеем формулу или сформулировали условия телесного движения. Еще раз. Я осознаю себя причиной простого движения и вместе с тем мыслю простое движение как причина сложная. То есть я мыслю себя как причину причин, как определение определения. Поскольку я мыслю себя как определение определения, я, собственно говоря, и совершаю сознательное движение рукой. Поскольку я мыслю себя как причинение причинения, я совершаю сознательное движение руки. То есть за простым движением руки стоит вот такая довольно сложная мыслительная форму. То, что они мыслятся одновременно, я в прошлый раз назвал структурой движения. Отчасти это так, поскольку причинение и причинение причинения мыслятся одновременно. Но вообще-то это некое живое состояние, которое вот я причиняю с собой простое движение, надеемся мыслям причинения простым движением сложного. И это всё есть условие совершения сознательного движения. Сознательного телесного движения. Чем в этом построении являюсь я? То, что мы пытались обсудить в прошлый раз, но было совсем мало людей, половинка была от сегодняшнего состава. Чем являюсь я? Как причина причины. Чем является мысль? Чем являюсь я? С одной стороны, я являюсь частью построения. Частью. Такое живое построение, где есть причинение, есть причинение-причинение. И причинение является частью всего этого построения. Так сказать, органической частью, неотрывной. Всего построения. Одной из частей. А с другой стороны, поскольку я являюсь основанием всего построения. Это уже очевидно. С одной стороны, я часть. С другой стороны, я основание. А я же не могу простое движение мыслить как попало, да? Это как бы... Я всегда его мыслить с необходимостью. Не получается ли так, что если я всякое простое движение мыслить с необходимостью, то все мои движения необходимы. Интересно. Я не очень понял. Ну, мысль имеет некоторого рода непроизволенность в том смысле, что невозможно движение простое мыслить как угодно. Она мыслит со всеми одинаково. В смысле то, что она с самого начала имеет некую императивную структуру. Эта императивная структура дана самому сознанию. Кинули мячик в стенку и тем самым для нас развернулась некая структура. Потом развернулась она с необходимым образом, то есть императивно. Эта императивность дана сознанию. Нет ощущения произвольности. Здесь есть забавный вопрос. С одной стороны, сознание утверждает себя дважды как причину. И большую причину, и маленькую причину. Но с другой стороны, она понимает, что она находится во власти некой необходимости или императивности. По построению. Вот это, по-моему, хочется сказать, было правильным. Ну да, да. То есть императивное само построение? Да, да. Императивная структура. Что это означает императивное? Необходимость. Необходимость. Давление. Мы как-то в движении телесном, если феноменология, чувствуем, как будто бы мы совершаем его свободно. Ну там, как-то чувствуем, но в этом какую-то свободу. А так получается, что мы сами, все наши движения, они как бы заданы, как мы как роботы. Нет, почему? Если определена форма телесного движения, то это не означает, что определено все движение целиком. Но у нас же как раз это... Все неопределено в смысле содержание. Содержание неопределено. А причина причинения ни в чем состоит. У нас как бы изначально все толкает как бы... Так вот, похоже, что и содержание, и форма уже определены. Потому что с самого начала, с логической точки зрения, не в временном смысле, а с логической, в первую очередь мячик летит в стенку. Держение именно рукой. И потом из него обратным способом выстраивается вся структура. Именно это и задает нам некую императивность всей ситуации. Необходимость ее. Поэтому мячик, во-первых, летит в стенку. То есть есть давление... Мог лететь не мячик, а бумеранг. И тогда и бумеранг летит. И девочка, а мальчик. Но тем не менее, проблема состоит в том, что мы в всякий раз начинаем не с себя как чистая, а в том смысле, что мячик уже улетел. Бумеранг уже улетел. Все это уже состоялось. И мы обратным путем восстанавливаем структуру. Мы понимаем тогда себя как причину, себя как причина причины и так далее, и так далее. Но мячик уже вылетел. Это, с одной стороны, содержание. А с другой стороны, сама структура разворачивается необходимым образом. То есть есть императивность некой структуры, которая давляет над самим сознанием. Может, с самого начала вы рассматривали телесное движение как чистый жест? То есть не то, что иметь какую-то цель попасть мячиком в стенку или еще что-то? То есть не в смысле мячика и стенки, а в смысле конкретности жеста. Ведь у любого чистого жеста есть его конкретность. То есть что это именно движение рукой, именно вот такое. Да не важно, любое движение. Ну да. Но эта конкретность, она задает нам... Структура уже выставилась обратным образом. Сначала у нас конкретность жеста, а потом все остальное, с логической точки зрения. Хотя современной прямо на ногу. Я думаю, что то, что ты говоришь, это, что называется, различие плана познания и плана существования в других случаях. Ну то есть таким образом нам это открыто. Мы действительно двигаемся и в движении сознаем себя. Да. А не так обстояло дело, что мы сначала в безвоздушном пространстве помыслили свое тело, потом форму его движения, а потом двинули. Да, да, да. И в этом смысле получается, что содержательность, то есть конкретность жеста у нас выступает в качестве чего-то императивного сознания. То есть у нас императивность для необходимости, она возникает двумя способами. Первое – из содержательности, то есть конкретности жеста. И второе – из императивности и структуры, которая разворачивается внутри самоосознания. Как раз когда я подвешен, легко обосновать свободно, понятно? Да, оно здесь не подвешено. Здесь оно не подвешено. Кто не подвешен? Я. Ну когда я начинает, оно в безвоздушном пространстве, как ты сказал, подвешено, а потом все толкает. Это понятно, откуда свобода берется. Я как бы и начинает, собственно. Да. А здесь как бы обратная ситуация. Здесь как бы начинает, в смысле как бы некоторого рода обратного возведения причину причинения из феноменологии. Не знаю, может свобода это не так важна, но это такой как бы признак, по которому можно как бы попытаться понять, что в этом построении еще там может быть требуется или что там надо уточнить. Да, очевидно, что свободы нет, как нет и желания. Здесь просто движение. Сознательное движение, да. Да. Ну понятно, что такое воля. Это, видимо, нам еще предстоит выяснить. Так вот. Я, как причина причины, с одной стороны являюсь частью этого построения, то есть причинение причинения, а с другой стороны являюсь основать. И я первоначально не различаю себя как часть, себя как основание. Но это внутри построения есть. В чем разница? Я, как часть, я как основание. Я, как часть построения, я, как основание построения. Я, как часть, не отрывно от построения. То есть действительно является его частью. Я, как основание, не отрывно от строения. Как бы то ни было смысле. В этом разница. Я, как часть органичного построения. Я, как основание, отлично от построения. Это похоже на то, как мы когда-то причину обсуждали, причина одновременно и входит в само движение, и как бы при этом расхищает ее, то есть предшествует. То есть она и самостоятельна, и одновременно только тогда существует, когда осуществляется. Это тоже похоже на это. Наверное, я уже немножко забыл наше обсуждение. Что не бывает причина, которая не осуществляется, она не подвешена, опять же, водой. Причина всегда причина, которая действует, да? Но с другой стороны, причина как бы от действия отличная, то есть она нечто иное и самостоятельное. Вот у нас тоже такая диалектика была. Ну, наверное, да, похоже. Итак, я как основание отличен от причинения причинения. Если я хочу мыслить себя как основания, то я должен быть отличен от причинения, от самого построения причинения причинения. И вот здесь вот что получается. Чтобы быть основанием всего построения, то есть причинения причинения, я должен быть основанием самого себя. Вот то, о чём они говорили в прошлый раз. Чтобы быть основанием причинения причинения, я должен быть основанием самого себя. То есть каузы своей? Да. Основанием самого себя или причиной самого себя. Чтобы быть основанием причинения причинения, то есть основанием того построения, где есть причина простого движения, я должен быть причиной самого себя. Вопрос. Возникает ли здесь ситуация валения? Я причиняю себя к действию, а я причиняю себя к действию. То есть я остаюсь причиной всего построения. Но если я не часть, причина как часть, я остаюсь причиной. Это важно. Я остаюсь причиной построения. Но я в качестве причины являюсь либо частью, то есть с одной стороны частью, либо ни в коем случае. С одной стороны частью, а с другой стороны основанием. Как часть я не отрывен в качестве причины, а к основанию я отличен, но опять же в качестве причины. К основанию я причиняю то, от чего отличаюсь. И чтобы эта ситуация возникла, она ведь странная ситуация, но я причина и причина, я причина-причина, я все равно причина-причина, не меняется, но в качестве причины-причины еще раз, я либо часть, либо основание, как часть это просто, я органическая часть построения, я причина-причина, но чтобы быть основанием этого построения, причинение-причинение, я должен быть основанием самого себя, причиной самого себя каузу свою. А разве так можно восходить из феноменологии к причинам? Ну ладно, к причине самого движения можно так восходить, а вот к причине, в смысле основания, в смысле вот этой каузу свою, разве можно такой вывод сделать? Ведь можно же сделать вывод, что на самом деле причиной вот этого изначального «я» является уже нечто другое и так далее до бесконечности. Почему мы здесь зацикливаем причину? То есть нам, конечно, удобно, да, как бы оборвать все цепочки и сказать, что как бы дальше вот каузу свою и все. Но с феноменологией мы как бы не можем на самом деле сказать, что это так или это или не так. Мы только можем сказать, что есть вот некая причина и все. А уж является она причиной самого себя, мы не можем. Если бы мы изначально бы строили, и сказали бы, что «я» подвешен, да, вот как классическая философия, так там просто по определению «я» есть причина самой себя этого. То есть это как бы заложено в само понятие «я» как-то там. И неудивительно, что оно таково. Потому что «я» свободно, да, она причина самого себя, она свободно валит, она создаёт новые причины и прочие. Но у нас ведь не так, у нас «я» как-то так структуру устроена. Как это вдруг вышло вдруг, что и обнаружился, и где это обнаружилось, что она является причиной самого себя? Ну вот так, как я сказал, на мой взгляд. Мы понимаем, достаточно ясно понимаем, что когда мы имеем дело с причиной-причиной, то эта причина-причина является с одной стороны частью, с другой стороны основания. Это понятно. Мы пытаемся помыслить его именно как основание. Нет никакого труда помыслить его как часть причины. Но интересно понять, как можно помыслить причину-причины как основание. Мы приходим к выводу, что единственный способ помыслить основание, то есть как от нечто отличное. Что есть другое основание. Что оно само для себя является основанием. Тогда я оказываюсь основанием и я оказываюсь отличным от всего построения. Моя отличность заключается именно в том, что я являюсь каузу своей. Поскольку я причина себя, я отличен от всего построения, оставаясь его причиной. Я внутри построения, конечно. Опять же я говорю, мы имеем дело с чем? С тем, что причина-причина, то есть я-мысль, является и частью, и основанием. Так вот основанием является, если помыслить его именно как основание. Сначала мы не различаем частью основания, но рефлексивно мы понимаем, что есть эта сторона и эта сторона. Нам нужно помыслить себя как причину, которая отлична от того, что она причиняет. И способ помыслить себя, причина отличная от того, что она причиняет, один. Понять себя как причинение, причиняющее себя. Как причиняющего себя. Понять себя как причиняющего себя. Игорь просто раз пользовался А, Б, С, Д. И это верно. В построении А, Б, С. Я простая причина и сложная причина. Я простое движение и сложное движение. А является и причиной, и основанием. Как причина, она остается А. Как основание, оно становится Д. То есть отличным от чего по средней АБЦ. А. Тут есть одна проблема. На самом деле, Кауза Суи – это Я равно Я. А ни в коем случае не Я просто. Игорь Михайлович, Кауза Суи – это Я равно Я. А у нас Я равно Я уже зарезервировано, что называется, за простое движение. Как мы можем еще… Получится у нас Я равно Я в простом движении и еще какое-то Я равно Я непонятно как основание. Игорь Михайлович, Кауза Суи – это Я равно Я. Я тоже подзабыл, зарежил Спинозу и выяснил, что Кауза Суи у Спиноза – это то, сущность чего совпадает с его существованием. То есть вообще нечто другое. Придумал-то Кауза Суи и Спиноза все-таки, но он положил другой смысл совсем. Но на самом деле, если посмотреть его текст, он иногда использует прямой смысл, а именно как причина самого Суи. У него на самом деле это определение Кауза Суи – оно неправильное с точки зрения формализма, потому что в определении то, что определяется, не должно иметь никакого смысла. То есть мы берем альфа, да, и ставим и говорим, что альфа – это то-то, то-то. Только вот эта альфа не имеет никакого смысла, кроме того, что о нем говорится в определении. А у Спиноза Кауза Суи имеет два смысла. Во-первых, как сказано в определении, а во-вторых, Кауза Суи как причина самого себя. И это нарушение, на самом деле, формализма. Именно из этого у него там все разваливается, если так думать. Так что можно, конечно, считать, что там есть мудрое такое определение, но на самом деле у него Кауза Суи, и может в теоремку это посмотреть, это причина самого себя. То есть у него на самом деле получается, что причина самого себя есть ничто иное, как то, сущность чего совпадает с вами. Но это надо доказывать, и это не доказано, а положено как некая аксиома, но в общем. Как его не вели, как определение или как аксиома, в любом случае у него там не склеивается. Ну и ладно, не склеивается, не склеивается. Спинос обсуждать мы не будем. У нас так как Кауза имеет прямой смысл как причина самого себя. Самой прямой. Оставаясь причиной, оставаясь причиной, мысль отличается от всего построения, где она причина, тем способом, что причиняет само себя. В этом смысл отличия. Это уж я сообразил вот буквально на этой неделе, после наших разговоров, особенно с Игорем, про и т.д. Что… Какой-то вращающийся идея. Я всегда, когда есть кого-то свою, всегда мне поражаю, что это же на самом деле некое вращение, да? То есть как можно самого себя инициировать как причина? Это некого рода же парадокс? Как это возможно? Как могу я быть причиной самого себя? В смысле парадокс? Да, и мы даже это обсуждали с вами. Да, потому что причина самого себя, в основном, предполагает причинение, то есть отличие, причиняющего и причиняемого. по другой стороне, не предполагает этой разницы. Поэтому причиняем самого себя… Ведь я равно я – это не каузершу, строго говоря. Каузершу – это круг. Змея, кусающая хвост. То есть это отличие себя от себя. Предполагается и отличие, и… И анонименное совпадение. Да. Только это и есть смысл тоже здесь. Тожество есть то. Я равно я… В чем смысл? С одной стороны, мы имеем я справа, я слева, и с другой стороны, утверждение, что это одно и то же. То есть это, собственно, мне кажется, что… То есть любое тождество… Любое… Это и есть в некотором смысле изображение в этой каузе что происходит. Причина – само себя. Ну, я как бы не уверен в планете. Может быть, тут есть какое-то различие? Тогда я вам надо указать. Я-то думал, что у нас вначале стоит некое простое «я», как одно. Ну, различие было, ведь, видимо, очевидно. Я равно я – это покой. А каузусу – это движение. Я равно я – это тождество. Это часть, скажем, момент только, да? Да. Это тождество. Это абсолютно покой. Ну, то есть покой – я неправильно выразился. Это деятельность, разумеется. Но деятельность, не предполагающая движение какого-то. Это, конечно, деятельное состояние. Самое деятельное из всех возможное. Но это все-таки форма торжества. Причина самого себя – это вот что-то другое. То есть опять наша старая проблема – стоит ли употреблять эти занятые термины. В основном, если я говорю «причина самого себя», то я говорю «кого-то свой». По-моему, это звучит именно так. Но еще раз, чтобы быть причиной построения отличного самопостроения, есть только один способ – причинить самое себя. Понять бы еще, что это значит. Моя первая мысль была, что это и есть произвол. То есть в понятии телесного движения лежит произвол. Причина самого себя – это… Я не назвал бы это валением, потому что валение всегда должно предполагать какое-то основание. Ну или не предполагать основание. Тогда вот хочу, хочу. Но это чисто произвольная ситуация. Меня это смутило. Потому что чисто произвольная ситуация – это какого-то встаешь. Хотцу – скотцу. Хотцу – не скотцу. Это значит, собственно, ничего не сказать. Назвать это «хочу» – ничего не сказать. К тому же мы говорим о причинении. То есть здесь нет «хочу» – не «хочу». Мы говорим о причине, либо совпадающем с тем, что она причиняет, либо о причине отличной от того, что она причиняет. Отличная причина, еще раз говорю, существует только в виде каузы суда. Тогда она действительно отлична от того, что причиняет, оставаясь причинение. Оставаясь причиной. Он в то же время получает смысл отличия. Так каузу своей произвольной все-таки или нет? Нет, это, как вы сами выразились, это императивность построения. Вот просто так. Чтобы быть причиной отличной от того, что причиняется, причина должна быть причиной себя. Чтобы быть основанием, а не частью этих терминов, надо быть основанием самого себя. А дальше я затерялся. Чтобы быть основанием, а не частью, надо быть основанием самого себя. Это мне понятно. Мне, по крайней мере, понятно. Я сделал такое построение. Несколько смешное, наверное. Чтобы положить себя... То есть, что делает мысль? Что делаю я? Я сначала полагаю себя отличным от построения. Делаю шаг отличения себя от построения. Чтобы причинять в качестве отличного, я сначала должен себя отличить. И отличая себя от построения, я перестаю быть в этом шаге причиной, а просто отличаю себя от построения. То есть, что мы имеем? То есть, что мы имеем? Мы имеем то, что просто... Б и С мы имеем. А А в качестве наблюдателя. Простое движение определяет сложное движение, а я, как причина простого движения, и как причина причинения, я сознаю себя как нечто отличное. А вторым шагом я причиняю. Уже с позиции отличного. А разве можно быть сразу на двух позициях? Это как-то похоже на то, как пытаются сесть на двух стульях сразу. Одновременно и причинять, и наблюдать за этим причинением. Когда я наблюдаю, я не причиняю. Я осознаю себя просто отличным. Причиной, осознаю себя причиной, но отличное от построения. В этой отличности я не причиняю. Но если я не причиняю, значит, действия не мои. Так нет еще действий. Это то действие. Ну, как-то действие. Чтобы я мог сказать, что данное движение совершил я, я должен в нем участвовать? Если я просто наблюдаю, а действие совершается, значит, это не мое действие. Если не совершаются еще действия. Как не совершается? Совершается как раз. Если я наблюдаю. Что я наблюдаю? Я наблюдаю форму. Как это? Ну, так вот я и мыслю. Мы уже имеем в виду приложения вот эти литературные. Как бы когда я наблюдаю, я не наблюдаю никакой формы. Я наблюдаю за собой, как я действую. Нет, почему здесь литературные приложения? Вот просто здесь, по логике того, что происходит, я наблюдаю, в смысле, наблюдаю всю эту формальную структуру. И действий еще нет? И действия нет. То есть я все-таки могу висеть в безвоздушном пространстве? Ну, я как внешняя причина, как причина отличная от того, что причиняется, сначала полагаю себя как нечто внешнее, чуждое, а затем полагаю себя как причинение. Моя мысль выложит. Можешь себя положить как чуждое? Это немного, по-моему, каламбур. Может быть. Себя как чуждое положить нельзя, по-моему. Ну, не чуждое, а отличное. Отличное вот построение. Не чуждое, конечно. Можно сказать, иное положить как чуждое. То есть вот это вот, через всю цепочку положить как чуждое. А потом положить как… а потом к нему как бы примериться, или как-то, я не знаю, применить по отношению к нему свое. Ну, и так трудность в том заключается, что я хочу понять себя как причина, отличная от того, что причиняется. Что причиняется? Причиняется то, что простое действие определяет сложно. И это причиняется. Я – причина причинения. Я хочу положить себя в качестве причины причинения, в то же время отличная от того, что причиняется. Это делается в два шага. Ну, мое предложение в этом заключается, но боюсь, что оно очень зыкальное такое. Сначала я полагаю себя как нечто отличное от того, что причиняется. А зачем причиняю его уже? И давайте так скажем. Я в качестве… Я и отличен, и причиняю. То есть в понятии основания лежит… По качеству отличного я причиняю самого себя. Как основания иной, да? Это похоже, вот я вращается, да? Здесь некий образ. И что-то его задевает со стороны, да? И это вращение придает движение тому, что его задевает. То есть иногда оно само по себе вращается, иногда оно что-то вокруг себя там, да, там задевает и движет. На самом деле, если вдуматься, все философские системы, какие только есть, которые дошли до начала, все уперлись именно вот в такое понимание, что есть вот некое условие, там, что Аристотеля взять, там, что спиной, там, что Регель, и везде одно и то же. Что есть некая причина, которая зацеплена на себя. Иначе бесконечный уход, куда ты прогресс в бесконечность, он, как бы, ненормально, поэтому… Потому что если бы Регель был, значит, ничего бы не было, да, там, и причину никогда бы не нашли. А так, как движение есть, то, значит, есть какая-то конечная причина. И лучшая форма конечной причины – это причина самого себя. Это хорошо, как бы, спиноза доказывает, собственно. И что значит, я причиняю себя? Я осознаю себя в качестве причины отличной от того, что причиняется. Причинять самого себя – значит, сознавать себя как нечто отличное от всего построения. А зачем себя причинять? Просто я отличаю себя всего остального. Зачем причинять себя? Ну, то, что это единственный способ обоснованно это сделать. Потому что вопрос тут стоит ведь не просто в том, чтобы выделить себя в происходящем. Я, как часть происходящего, тоже выделен. Но дилемма-то какая? Что я часть и основание. А что же, так сказать, здесь более правильного? И в качестве части никаких проблем. А в качестве основания… Олег Михайлович, вот возвращаясь к этому. Если я осознаю себя в качестве причины себя, и тем самым понимаю, что я как бы отличаюсь от причины, которая является частью этого построения, да, и оказываюсь вот в ситуации такого наблюдения. Но ведь это же оказывается созерцанием. То есть я созерцаю вот это вот построение, частью которого я являюсь. Я это и хочу сказать, только у меня как-то не стройно получается. Значит, по крайней мере так. Поскольку я сознаю себя каузусую причиной себя, я тем самым сознаю себя как нечто отличное от того, что причиняется. Не отличным себя как части, а я просто мысль у себя уже не как часть, а как основание. И я оказываюсь в ситуации действительно для себя. Ситуации для себя, то есть ситуации созерцания. То, что простое движение определяет сложное движение, дано мне в качестве созерцающего. Поскольку действительно есть момент, тот момент, что я отличен от построения. Когда я сознаю себя причиной себя, я отличен от построения. Этот момент есть. То есть есть момент созерцания. А с другой стороны есть момент причинения. А чем это от классики отличается? По-моему, все то же самое. Также есть некое я, которое себя созерцает, а потом в какой-то момент причиняет. Когда я сознаю себя в качестве созерцающего, то есть отличного от построения, тогда я не причиняю этот момент как бы другой. Когда я сознаю себя в качестве отличного от построения, то я не причиняю. Когда я причиняю, я оказываюсь опять счастью. То есть тело оно чуждо все-таки. То есть тут получается вообще говоря, я уже как бы вообще отделил тело, и оно нам чуждо. Раньше-то как было? Мы говорили, что я вообще как бы приросло к телу просто, и не может никак быть отделено. А теперь вот так, что-то бедное, уже его отделили, оно вот созерцает в себе. То есть тело живет своей жизнью, я живет своей жизнью. Иногда оно вот этому телу, так сказать, згучку дает в виде причинения, а иногда как бы там опять где-то летает в облаках. Получили чистое я. То есть форму, а это на что живет? Это чистая форма. Я не с точки зрения того, что хочу как-то там какие-то специальные возражения придумать, я просто для того, чтобы строго саморассуждения было, чтобы понимать. Мы же всегда боролись с созерцанием, потому что оно как бы в каком-то смысле всегда склоняет к чистой форме. Ну что, у канта там созерцание там. Все это всякое созерцание, но там все это приводит к чистой форме, которая существует сама по себе. Каким-то образом причинение самого себя дает нам каким-то образом вот отличие. Каким? По качеству произвола вроде не получается. Хотя, вроде бы произвол может присутствовать через интересное движение. Вот хочу двигаю, хочу не двигаю. Но еще раз скажу, это сказать это, боюсь, что вообще ничего не сказать. Потому что, а почему ты хочешь делать? Потому что хочу. Значит, в Кауза-Шуе есть момент, тот момент, что я в качестве причины-причины отличен от того, что причиняю. Там, где я отличен, есть момент, наверное, раскрывается как момент для себя, то есть момент созерцания. То есть в каком-то смысле, причиняя самого себя, я не причиняю иное. Я сначала причиняю самого себя. И в этом отличие. Чтобы быть причиной всего построения, я должен быть причиной самого себя. То есть я по лойке вещей сначала причиняю себя, определяю себя, а затем уже определяю другой. В этой ситуации, когда я сначала определяю себя, я отличен. Сначала определяю себя, а затем определяю иное. Тут проблема, что я равно я, которое с чистого движения, это же не иное. Иное является то, по отношению к чему это простое действие действует. А я равно я, как простое действие, это же мысль или это же не иное. То есть оно как бы, ну, может быть слово иное здесь, конечно, путает. Что такое я равно я-то, это же не иное. Это само я и есть просто оно в теле. Вот сама эта формула, поскольку я определяю себя, я отличен от того, что я определяю. То есть я сначала определяю себя, а затем являюсь причиной для другого. То есть для простого движения, которое, в свою очередь, является причиной сложного. Эта ситуация мне не ясна. Я что еще хочу заметить, что если бы получить, пояснить ситуацию отличия, вот я определяю себя, и тем самым я отличаюсь от постройки. Если получить это различие, то я действительно превращаюсь в созерцающего. То есть сначала определяю себя, и тем самым определяю себя как нечто отличное. Вот на этой стадии я превращаюсь в созерцатель. А что такое созерцатель? Созерцатель – это тот, кому открыто… Ведь понимаете, если я не являюсь причиной, я причиняю только себя. Я сначала причиняю себя, еще не причиняю простое движение. Но если я не причиняю простое движение, то простое движение не причиняет сложно. Если я не причиняю простое движение, то оно обездвиживается. И в ситуации содержателя мне открывается субъектно-предикатная структура жестов, в котором есть я, то есть простое движение, и есть предикат движение рукой. То есть если я существует как созерцание, то в созерцании я обнаруживаю субъектно-предикатную структуру. И если я действую, то я действую уже на текст, на субъектно-предикатную структуру, если я действую. А разве у нас созерцание не запрещено по стране? Но оно здесь момент. Вообще мы его не получили. Видимо, трудность жутки в этом. В том, чтобы понять, что это значит. Я сначала причиняю себя и тем самым отличаюсь от построения. От того, что я причиняю. Я тем самым формулирую себя как причина, отличная от того, что она причиняет. Сначала я, а это я. Сначала я причиняю себя. Непонятно, зачем первенство это нужно? Зачем я должен стоять впереди всего в стране? Ну понятно, в классической философии это нужно. А зачем у нас это нужно? Достаточно мне сказать, что она является неоплатонизмом, неким огном, неким монолитом и все. Зачем вот нужно вот это вот самообоснование? Откуда оно исходит, эта интенция сама? Потому что самообоснование всегда нужно субъекту, который в себе не уверен. Для того, чтобы быть уверенным в себе, надо, я уж так, психологическую, как в вашем основном, надо себя обосновать. И вот там Дикар, да, со своим сомнением там. То есть он самообосновывает себя, он во всем не уверен, но вот раз, обосновал. Нам-то зачем это нужно? Нет, ну как, Влад, это же говорили на сто раз. Потому что непонятно, я основание или часть построения? Мы понимаем, что она одновременная, и часть, и основание. Мы уже как-то это понимаем? Как-то мы это понимаем. Но мы понимаем, что это парадокс, который нуждается в прояснении. Вот мы причину, когда разбирали просто причину, что такое. Мы говорили, что причина одновременно сама по себе, а с другой стороны действует. Потому что причина не может не действовать. Причина не действует, и она не причина. Это парадокс, но тем не менее на основе просто любого, просто разбора, что такое причина как таковая. Совершенно верно. И это была только отправная точка для выяснения формы причинения. Как оно происходит. Да. Ну вот и здесь то же самое. Не, а зачем нужно зациклить причину эту? Почему нельзя просто остановиться на том, что она причина, и всё как одно. Как монолит. Без цикла вот этого рефлексии, как бы я называю, круга, этого самообоснования. А не получится, потому что я в качестве части построения, я ведь в этой, в качестве части, я кем поступаю? Я выступаю причиной. Я тоже выступаю причиной. Как и в качестве основания. Поэтому нужно просто сказать, что я есть причина. Этого недостаточно для того, чтобы отличить себя как основание от себя как части. Кстати, а отношение между я как основание и я как частью, разве это не есть отношение опять же к Азусуи? Потому что я как основание обосновывает я как часть. Правильно? То есть у нас не получится, что у нас две будут к Азусуи. Одна, которая будет вращаться, так сказать, в эмпире их там созерцательной, а вторая, которая будет непосредственно в причине него вращаться. То, что я как основание это обосновывает и причиняет я как часть. Не думаю, потому что причинение себя, я ведь должен себя причинять именно в том же смысле, в каком я являюсь причиной. То есть смотри, Кауза Суи должна себя утверждать не в качестве чего-то другого, да, а в качестве того же самого. Чтобы вот это вот, в этом смысле, наверное, можно говорить, что совпадает в должном сущности и существовании. Я утверждаю себя не в качестве чего-то другого, а в качестве того же самого. Утверждает себя в качестве того же самого только тот, кто не является тем же самым. А тот, кто является тем же самым, тот ничего не утверждает, а просто есть. И это неоплатоническое одно. Ему не надо быть себе равным, потому что оно просто монолит. А тот, кто себе равен, тот устанавливает с собой равенство, и тот изначально, значит, не равен себе. Потому что доказывает, что ты себе равен, это означает не быть себе равным. Ну да, ну да. Вот тут поэтому всякого каусуя, она вторична по отношению к любому одно, как монолиты. Ну, только нет этого одного в качестве монолита, а так всё. Я понимаю, что его тоже нет, это всё понятно. А мне пришло в голову, что понятно, что чтобы быть основанием построения, нужно быть основанием себя. Понятно, что если это так, то сначала я являюсь причиной себя, а затем уже фигурирую как причина построения. Но, будучи сначала построением себя, я удерживаю себя в качестве причины себя. То есть это первенство кауза суи остается и после того, как я обращаюсь к построению. Как и было раньше, всё построение не заключалось в том, что я всё время удерживаю. Только она ещё больше разрастается. Просто разрасталась ещё на один шаг, да. Я причине, мне всё время увеличилось, что сначала я себя полагаю как отличное, а потом полагаю как причину. Но это не получается. Вот теперь, говорит, получается. Я сначала полагаю себя как кауза суи, то есть как нечто отличное. Причина отличная от остального. Потом, удерживая себя в качестве отличной причины, уже причиняю всё остальное. И вот тогда возникает... Так только и может быть действительно, потому что это просто разрослось ещё на один видов. Причина, причина, причина. Было причинение, причинение, теперь причинение, причинение, причинение. В общем, первое причинение – это самопричинение. И в качестве причины отличной от построения, если я удерживаю себя в качестве причины отличной от построения, то я действительно являюсь сначала наблюдателем, а затем причиняющим. Логически. Сначала наблюдателем. А потом деятелем, да? А потом деятелем. Как я сказал, должно быть наоборот. Сначала деятелем, а потом наблюдателем. А поскольку я сначала являюсь наблюдателем, а потом деятелем, и эта начальность наблюдателя всё время сохраняется. Когда непосредственно деятелем будет невозможным? Тогда передо мной действительно открывается субъектно-предикатная структура, может быть. По крайней мере этого я утверждаю с небольшой твёрдостью. Тогда передо мной открывается действительно субъектно-предикатная структура построения. То есть есть простое движение «я равно я», и есть сложное движение «я», которое движет рукой. Поскольку я всегда, всегда, постоянно, всё время являюсь прежде всего наблюдателем, а потом деятелем, то мне сначала открывается, опять же логически, сначала открывается субъектно-предикатная структура построения, а затем я уже воздействую на субъектно-предикатную структуру. Для меня сначала отношение простого и сложного движения на субъектно-предикатные отношения, а затем я уже воздействую на субъектно-предикатные отношения. То есть я являюсь автором, а не наблюдателем. Вот это на шване было разговор, что есть разница между наблюдателем и автором, я являюсь автором. Поскольку неизбежно я сначала наблюдатель, но обязательно потом деятель. Поскольку я наблюдатель, у меня открывается метаб-предикатная структура простого и сложного движения. Но я обязательно потом деятель. Но моя деятель уже направлена на текст. То есть на то, где я являюсь текстом. На то, где я являюсь текстом. Так немножко лучше, на мой взгляд. Потому что если мы возьмем первоначальное построение причинения причинению, там нет субъектно-предикатного отношения. Субъектно-предикатное отношение это иное, чем причинение. И простое движение причиняет сложно. Это не субъектно-предикатное отношение. Это отношение причинения. В рамках причинения причинения. Когда я себя обнаруживаю в качестве отличного и удерживаю себя все время в качестве сначала отличного, а потом действующего. Я сначала обнаруживаю субъектно-предикатное построение. А затем воздействие уже на субъектно-предикатное построение. Так выглядит лучше. Я не до конца уверен, но так выглядит лучше. Все на сегодня.